Всем привет! Меня зовут Илья, и в этом видеоуроке мы с вами, дорогие друзья, разберем самые первые ошибки у почти всех новичков бас-гитаристов. Эти ошибки будут встречаться у примерно 99,7% начинающих бас-гитаристов, которые только что взяли в руки бас-гитару, или не совсем только что, недавно пришли к педагогу и хотят избежать и как можно скорее начать играть более-менее внятно и нормально. Это видео будет полезно, собственно, самим новичкам, которые хотят решить эти проблемы технические побыстрее, но и также и самим педагогам, которые преподают бас-гитару, дабы обратить внимание своих учеников в первую очередь на эти технические ошибки. Начнем! Первая техническая ошибка, которая очень часто встречается у новичков бас-гитаристов и на которую я в первую очередь хочу обратить внимание, это так называемый чайник. Когда у нас правая рука при игре на бас-гитаре начинает подниматься, плечо начинает подниматься, рука напрягаться и получается вот такая вот игра. Соответственно, это никуда не годится, естественно, потому что при такой постановке руки, как в виде, как будто бы ручка чайника, если вспомним, как выглядит чайник, то будет примерно то же самое. При таком построении правой руки, естественно, вы не сможете играть долго, у вас начнет болеть рука, у вас начнет забиваться рука, вы будете расходовать энергию, стамину и, соответственно, не сможете как-то быстро играть, долго. и так далее. И будет просто банальной боли в руке. Для этого в самой конструкции бас-гитары предусмотрено, так скажем, специальное место вот здесь вот, почти на любой бас-гитаре. Это нам подсказывает и намекает на то, что мы можем сюда положить запястье, спокойно расслабив руку, при этом играть. И это будет правильное положение, абсолютно расслабленное плечо, предплечье, вся мощь, вся энергия идет через пальцы. И при этом расслабленная рука не устает, и вы можете играть долго, эффективно и красиво. Вторая супер распространенная техническая ошибка большинства бас-гитаристов-новичков это выпирающий палец, большой выпирающий палец левой руки, когда он свисает сверху грифа. Эта ошибка особенно распространена для тех, кто пришел в мир бас-гитары с обычной гитарой, с акустикой или с электрогитарой. Там это норма, иногда используется, но и в бас-гитаре это, так сказать, создает нам множество проблем, создает нам множество ненужных технических трудностей в дальнейшем. Почему это тут ошибка? Во-первых, при такой постановке у нас зажимается сама кисть, и при этом у вас становится практически мертвый мизинец, залоченный абсолютно, ничего им нельзя будет сыграть, и безымянный палец тоже ограничен. Тем самым вы сами себя ограничиваете технически, не сможете сыграть ни быстро, ни нормально, ни какие-то плавные басовые линии, в которых важен и мизинец, и безымянный. Важно, чтобы все пальцы были одинаково, у них было одинаковое условие, они одинаково эффективно работали на бас-гитаре, и это важно. Я думаю, на гитаре тоже. Если музыкант пришел на бас-гитару, вообще у него первый этот инструмент с нуля, то эту проблему решить проще, чем если человек играл долгое время на гитаре. Для такого человека, который гитарист, для него это может быть реальной проблемой и головной болью стать перейти на правильную постановку. Но если человек новичок, ему сразу можно правильно поставить руку, это когда у нас большой палец смотрит параллельно, опирается в грифы параллельно. Тем самым мы освобождаем все пальцы для эффективной плавной игры, и рука не устает. При этом следим за тем, чтобы запястья и кисть были немножко вниз опущены, и здесь было пространство между большим палецом и указательным. И это вам обеспечит наилучшую игру, наилучшие технические данные, возможности и так далее, и так далее. Улучшит вас звук, технику и вообще все на свете. Конечно же, существуют замечательные бас-гитаристы, которые играют и со свисающим большим пальцем, им плевать на все вот это вот, и им так хорошо они справляются со всеми задачами. Но есть одно но. Все-таки при игре вот в такой постановке вы будете как-никак затрачивать немножечко больше энергии, немножечко больше времени, и играть вам будет немножечко сложнее, чем те, которые рука стоит по-другому, параллельно большой палец к грифу. Поэтому тут каждый выбирает сам, что он хочет. Третья овер-распространенная техническая ошибка у большинства бас-гитаристов, новичков, это так называемые пальцы-крючки или, как я их называю, кога-тигра. Когда человек берет первый раз бас-гитару или второй раз, у него первое, что он будет делать, это извлекая звук, это вот именно вот такие движения, как крючками, отщипливая струну от гитары. Эта тема можно объяснить, это можно понять, опять же, обычной гитарой. На обычной гитаре принято, вот на классической гитаре, именно щипковая техника, поэтому у человека сразу вот эта вот, вот эта постановка, как правило, будет. Но от нее лучше побыстрее избавиться. Первое, как поставить правую руку? Берем два пальца, выпрямляем их вот так, ставим 90 градусов от струны и после этого, значит, опускаем на 45 градусов. 45 градусов от корпуса у нас, получается, должны быть прямые пальцы и большой палец ставит на опору. Вот таким образом. Вся мощь, вся энергия, вся сила звука должна быть в пальцах. Мы вкладываем в пальц, не в кисть, не в плечо, а именно пальцы должны нести всю мощь звука, именно пальцы, именно при правильной постановке. С такими крючками, когда мы отщипливаем струны, играя от гитары, мы, естественно, никакого звука, никакой отдачи не получим от инструмента, и это будет просто трата времени. Единственный вариант, когда это может быть оправданно, это когда мы играем аккордами, например, нечто подобное, но не совсем то, но похоже. Аккорды, фингерстайл на басу, но это, опять же, очень в тесном взаимоотношении с традиционной басовой техникой, когда мы играем аккорды. В таком случае имеет место вот эта щипковая, но она играется немножко по-другому, и не освоив классическое басовое звукоизвлечение, мы не сможем, соответственно, играть фингерстайл. Вот так вот. Все то, о чем я сегодня говорил, является технической основой базы, не освоив ее, дальнейшее продвижение, дальнейший материал, более сложные техники, слэпы, тэппинги, там, соло, аккорды будут даваться вам гораздо сложнее, гораздо тяжелее, с большим количеством ошибок, не будет так хорошо звучать, так далее, так далее, большее количество времени будет затрачено и тому подобное. Поэтому это как в школе, вот вы не выучили какой-то параграф, а потом не понимаете, что дальше, почему какие-то ошибки. То же самое здесь, то есть это решается сразу на старте, и чем успешнее это решается, тем потом будет быстрее, эффективнее, и больше вы будете, понимаете, получать удовольствие от музыки, когда у вас все правильно, у вас не болят руки, хорошее звукоизлечение, правильная постановка, все красиво, у вас душа радуется, сердце наполняется любовью, и все дается гораздо проще. А на этом сегодня все, дорогие друзья, спасибо, что посмотрели. Не забудьте подписаться на мой скромный канал, поставить лайк, потому что алгоритмы Ютуба, они как бы отслеживают эту тему, и давайте как бы поможем алгоритмам продвинуть мои видео, и будем больше комментировать, больше ставить лайков. Это как бы такое правило Ютуба, без этого никуда. От алгоритмов мы никуда не денемся. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, и обязательно жду вас в следующих видео. Всем любви, доброты, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok